Итак, мы продолжаем наши видеоролики, посвященные правильной технике владения ножницами. И мы сейчас будем с вами беседовать о первом этапе и первом этапе упражнений ножницами. Наши этапы разделены следующим образом. Первый этап будет работать только с этими четырьмя пальцами. Отсюда все начинается. Как вы взяли ножницы, так впоследствии будет вся ваша рука ориентироваться на эту постановку ножниц. Второй этап начнет работать, когда мы уже научились правильно держать ножницы в четырех пальцах. Мы будем на втором этапе работать конкретно со всей рукой вплоть до плеча. Как движется все тело. И последний, третий этап будет работать уже с большим пальцем. Это очень важный момент, потому что то, как вы держите ножницы, определяет то, как вы умеете ими стричь. Поэтому работа пальцем, последним, главным, она остается у нас на третьем этапе. И мой совет вам, если вы хотите действительно улучшить свою технику и помочь себе правильно работать, посвящайте упражнениям каждый день минут по тридцать, по сорок минимум. Для этого, опять же, желательно мужей, детей, собак всех выгнать. Останется только вы и только вашим тренером. Тогда ваша мышечная память будет развиваться правильно, ваша рука начнет правильно координироваться, потому что вы дадите ей достаточно времени для того, чтобы каждое мелкое движение отработать до конца. Первые ощущения от этих упражнений будут очень непривычные. Обычно все ученики, которые приходят и начинают заниматься в нашей школе с этими упражнениями, говорят, что это чудовищно неудобно, что вообще руки не поворачиваются. Многие даже плачут в конце и говорят, что я вообще, наверное, у меня руки какие-то неправильные. На самом деле, не бойтесь этого, потому что любое движение, любая координация, ей нужно время. Время нужно для того, чтобы у вас выросли правильно мышечные волокна. Время нужно, чтобы в вашем мозгу, простите уже за такие сравнения, за такое повествование, в вашем мозгу должны сформироваться определенные нейронные связи, которые будут отвечать за эти движения. И таким образом, только через какое-то время вы сможете овладеть самым даже очень детальным движением. Вне зависимости от того, пришли вы в фигурное катание или пришли вы в школу фокусников, которые работают с монетками, любой вам человек скажет, что за один день невозможно освоить четверной тулук, за один день невозможно научиться прятать монетку в рукаве. На это нужно время, для некоторых людей на это. Поэтому посвящать многие годы своей жизни, тренировке, чтобы в конечном итоге прыгнуть на четверной тулук. Но этот прыжок, если вы попросите фигуриста, расскажи мне подробно, как это прыгается. У меня нету, к сожалению, ни полгода на обучение, ни трех месяцев, ни с недели. Я приехала в фигурную школу, нужно учиться прыгать четверной тулук, потому что это круто, потому что это профессионально. Объясни мне конкретно, вот покажи, куда ты ноги сворачиваешь, как ты там подворачиваешь, чтобы прыгнуть, даже если он вам в деталях объяснит каждую полусекунду своего движения, если вы попробуете повторить это, ни разу не пробуешь кататься на коньках, или имея опыт какого-то просто катания на коньках, скорее всего, вы расшибете голову. Но если вы будете вместе с ним тренироваться год, два, каждый день, по много часов, начиная с простых кувырков, начиная с простого скольжения, начиная с каких-то очень детальных вещей, то в конечном итоге вы придёте к своему четверному тулуку. Поэтому если у вас сначала не будут получаться какие-то упражнения, не стесняйтесь этого, не бойтесь, помните, что повторение, повторение, повторение в результате даст свой хороший позитивный отдых. Даже если вы сейчас работаете в салоне, и вы скажете, что ну а как же мне поступать, если я уже понимаю, что я неправильно как-то держала ножницы, и теперь у меня никакого успеха не будет, потому что вот эта новая постановка, она никак у меня не получается. Не бойтесь, прорабатывайте каждое упражнение до конца, прорабатывайте, пока оно не будет получаться. И только когда оно получилось, переходите к следующему. Таким образом вы будете развивать свои мышечные волокна, свои нейронные связи в голове, аккуратно, планомерно, шаг за шагом. И не бойтесь, если вначале что-то не получается, или вам приходится в неизбежность всё равно каждый день стричь, через несколько месяцев, поверьте мне, если вы будете заниматься этим каждый день, нарабатывая и практикуя именно эти навыки, то эти навыки вы приобретёте. Неожиданно начнёте в своей стрижке замечать, что ваша рука стала меняться, что вам стало понятнее беседовать со своим собственным инструментом, и что у вас всё получается. Итак, первое упражнение. Итак, первый этап, который мы условно в своей школе называем «хватка инструмента», поможет нам правильно владеть четырьмя пальцами и учиться держать ножницы правильно именно в четырёх пальцах. Первое упражнение будет направлено на то, чтобы научить вашу руку работать четырьмя пальцами отдельно от большого. Для этого нам потребуется любая палочка, либо ручка, может быть фломастер, либо любой предмет, который вы могли бы вращать между четырьмя пальцами. Ваша задача в этом упражнении – вращать и работать только четырьмя пальцами без задействия большого пальца. То есть первое время он будет постоянно пытаться помочь руке, особенно если ручка будет падать. И это первое ваше желание, потому что всю жизнь вы работали всей рукой вместе. И было невозможно себе представить прямо работу, где вы работаете только четырьмя пальцами активно, без задействия большого пальца. Это упражнение поможет вам скоординировать правильно четыре пальца между собой, соедините как единую команду, и при этом не задействовать большой палец. В будущем на него будет возложена своя функция. Поэтому мы крутим ручку, пока это не будет получаться. В среднем у нормального человека на это упражнение, чтобы овладеть этим упражнением, уходит примерно несколько дней. У кого-то на это уходит неделя или две. Не стоит бояться, вы можете крутить ручку в транспорте, вы можете крутить ручку во время лекций, вы можете крутить ручку, когда смотрите телевизор. Главное следить за тем, чтобы большой палец ваш не задействовался, чтобы он научился максимально от работы отключаться целиком. Таким образом мы научим координировать четыре пальца отдельно от большого пальца. Когда это упражнение вы овладели в совершенстве, то есть не торопитесь сразу идти к следующему упражнению, овладейте им до конца, потому что это ваша база, это ваш залог в вашей будущей хорошей технике. После этого мы учимся держать уже конкретно в четырех пальцах ножницы. Если вы боитесь, что ваши ножницы могут упасть у вас в руке, то вы можете взять любую резиночку, очень удобно использовать для этих лошадок номерские резиночки. И завязать кончики ножниц, чтобы в случае, даже если ножницы упадут, они не повредили свои полотна. И завязать ножницы так, чтобы они были у вас только целиком закрыты. Итак, постановка ножниц на руку начинается с двух центральных пальцев. Вы ставите кольцо на безымянный палец, то есть когда вы приобретаете такого рода ножницы, вы можете использовать прорезиненные кольца внутри, чтобы вам было легче за них браться. И сначала мы с вами держим руку прямой, кисть абсолютно прямая, локоть свободный, отдельно от тела. И пальцы мы ставим таким образом, чтобы между пальцами у нас образовался небольшой зазор. То есть средний палец у нас немножечко согнут. Это можно показать? И благодаря этому зазору мы соединили два пальца, и мы ножницы удерживаем. Для того, чтобы научиться ножницы не поворачивать свои ладони, вы можете представить себе, что вы как будто бы некий как официант, и вам нужно держать как будто бы на руке под нос. То есть вы как будто бы не ножницы на руку кладете, а под нос. Для того, чтобы научить свою руку именно такой постановке, вы можете использовать какую-нибудь ложечку или мисочку, которую вы будете располагать на ладони в момент, когда вы тренируетесь. И ваши ложечка и мисочка не должны упасть. В этом случае, если мы наклоняем руку, пытаясь компенсировать вес ножниц за счет именно их положения, у нас руки будут учиться делать правильные вещи. Следующий момент. Дальше мы с вами будем подключать мизинец. Очень важно, когда вы подключаете мизинец, вы должны расположить ножницы таким образом, чтобы мизинцу было удобно достать до фиксатора и немножечко от себя их оттолкнуть. То есть вот таким образом. Если в этот момент ваши пальцы центральные разошлись, то значит, ваши центральные пальцы пока еще не поняли, в какой конкретной позиции они должны зафиксироваться. В идеале вы должны упереться мизинцем так, чтобы ваши пальцы центральные остались в том же самом положении, в котором были в начале. И последний момент. Указательный палец сейчас видно. У основания прижимает немножко ножницы к ладони. И этот указательный палец наложится со всеми остальными пальцами в одну линию. И кисть у нас также с вами прямая сейчас, без изгибов, без изъянов. Когда я уберу сейчас, вы увидите, почему ножницы у нас лежат таким образом. Почему именно такая косая постановка ножницы для нас так важна, как для кромер? Во-первых, обратите внимание, в этой ситуации мои ножницы плотно держатся в руке, даже если я поворачиваю их так, то они плотно зафиксированы в руке. Видите, что это небольшой изгиб ладони появляется. Но при этом все мои руки, вся моя рука максимально раскрыта, нет никакого лишнего напряжения. И почему все-таки у нас важна постановка именно наискосок? Почему мы не держим руку так? В такой постановке, обратите внимание, если я начинаю двигать большим пальцем, сейчас есть немного резиночки, чтобы вам было видно. Если я начинаю двигать большим пальцем, у нас большие пальцы противопоставлены остальным четырем. Палец идет в одну сторону, кольцо от ножницы идет в другую сторону. То есть они расходятся между собой, они идут в разных направлениях. Чем вы это компенсируете? Вы компенсируете это тем, что вы подгибаете четыре пальца таким образом, чтобы у вас большой палец достал до ножниц. Примерно вот так это выглядит. И у вас начинает ходить вся рука. И опять же мы видим, что ножницы начали гулять немножечко. Но если вы ножницы положили поперек руки, вот в такую позицию. Во-первых, центр тяжести ножниц, но с близкой к ладони. И большой палец, и кольцо для большого пальца, обратите внимание, двигаются в одной плоскости. Таким образом, нам не придется менять позицию четырех пальцев для того, чтобы открывать и закрывать ножницы. И на большой скорости в любом положении мы будем видеть, что наши ножницы в руке не скачут. То есть они максимально упруго зафиксированы в руке. Поэтому именно такое положение у нас максимально приближено к правильному. Еще раз посмотрим с разных ракурсов, как движется большой палец. Как подбирать ножницы для своей руки. Мы также с вами напишем отдельный видеоролик, чтобы вам эта тема стала ближе. Сейчас в моей руке самый универсальный по размеру, по форме, наиболее распространенный инструмент. Как видите, я им легко владею. И последнее упражнение в этом этапе, которое поможет вам зафиксировать именно правильную укладку инструмента всеми четырьмя пальцами. Я снова закрываю кончики ножниц. И мы делаем упражнение третье, которое у нас называется прокрутка. Сейчас мы покажем очень медленно, что происходит. Я буду в правильную позицию поставить ножницы. Я приоткрываю пальцы, подталкиваю ножницы своей рукой. Немножко сгибаю безыменный палец, чтобы ножницы сделали полный оборот. Видно было? И потом также захватываю их в правильном положении. Сейчас это будет быстрее. Я делаю полный оборот и захватываю. Если после прокрутки вы видите, что положение у вас, например, вот такое, это значит, что именно такое положение ваша рука считает правильным. Это то положение, которое у вас ножницы примут, когда вы взяли их со стола и принимаете стричь. То есть, если после прокрутки 10 из 10 обычно у нас дают зачет, 10 из 10 прокруток дают положение, фиксацию ножниц в правильном положении. Как проверить эту фиксацию? Вы можете немножко пораскачивать ножницы второй своей рукой, чтобы проверить, они у вас фиксированы. Фиксированы они должны быть в любом положении, они должны плотно быть, плотно-плотно к руке. Если вы закончили все три упражнения, это значит, что вы готовы перейти ко второму этапу. Итак, мы переходим к второму этапу упражнений. И для второго этапа нам потребуется... Для вас мы покажем кронштейн. Дома вы можете искать себе любые предметы мебели, могут быть стулья, столы. Почему так? Вы поймете, как только мы это упражнение продемонстрируем. Всего в этом втором этапе будет два упражнения. Эти упражнения помогут нам правильно развивать движение руки. Потому что обычно в нашей стричке как происходит? То есть мы с вами задумали прямую. Мы вставили ножницы и стали это прямую как-то делать. А потом, когда мы отошли от собаки, мы поняли, что прямая уже далеко не прямая, что она получилась какая-то косая. На самом деле, то, что вы говорите прямая для своей головы и для своих глаз, совершенно непрямым, дословным образом понимает рука. То есть у руки есть свой язык. И это язык мышечных движений. И для того, чтобы объяснить руке, что такое прямая, мы должны дать ей конкретные ориентиры. Первое упражнение в этом этапе у нас работает как раз с прямыми. Прямые, вертикальные и горизонтальные – это линии, которые достаточно часто встречаются в стрижке. Это может быть стрижка передней конечности, стрижка линий вверх или в боках. И первое, о чем мы поговорим, это как раз-таки прямые. И ножницами мы с вами проводим по этим плоскостям, ориентируясь только на наши глаза. Но мы ничего не объясняем руке. Сегодня, может быть, впервые в вашей жизни попробуете что-то объяснить руке. Поэтому вы выбираете для себя пример первый. Для нас будет вертикальная линия. Эта вертикальная линия – это может быть часть передней лапы, к примеру. И мы стоим с вами к этой вертикальной линии. Сначала вы стоите так, чтобы эта вертикальная линия была четко перед вами. Вы держите ножницы в правильной позиции, пока мы не пользуемся большим пальцем. Поэтому его можете смело убрать в сторону и не пользоваться им, потому что он будет только вас сбивать с толку. Вы встаете к этой вертикальной прямой и смотрите на нее внимательно. И пытаетесь ножницами провести по этой прямой вертикальной, как можно ближе к ней, насколько вас хватит медленно. Естественный тремор при этой мышце – это абсолютно нормальная история. При этом вы следите за тем, чтобы двигался в первую очередь ваш локоть и ваше плечо. То есть мы делаем это не кистью, а локтем или плечом. Пройдя несколько раз по этой прямой, вы постоянно для своей руки внутри себя произносите прямая вертикальная, прямая вертикальная. И запоминаете движение мышц, которые приводят к прямой вертикальной линии. После этого также вы стоите в такой же постановке, вы закрываете глаза и из верхней точки также повторяете для себя прямая вертикальная, прямая вертикальная, прямая вертикальная. Вы двигаетесь, повторяя движение, именно пытаясь вспомнить именно движение. И если к нижней точке вы увидели, что у вас вы прошли прямо по этой прямой вертикальной, то значит упражнение уже рука стала понимать, что вы хотите от нее, когда ваша задача провести прямую вертикальную. Если же в какой-то ситуации, это часто бывают отступы, более естественные движения руки, особенно если вы включаете движение кисть, это движение в сторону, даже здесь это будет движение в сторону, либо это движение вперед, когда вы проводите, вы двигаете как будто бы вперед, либо движение у некоторых бывает на себя, рука ведет. То есть вы должны, если в этой ситуации вы увидели любые отступы, то вы должны снова вернуться к первой части упражнения и просто ходить прямая вертикальная. Если для вас сложно ходить с помощью просто руки, вы можете взять вторую руку в помощники и двигаться двумя руками, также произнося до своей руки прямая вертикальная. Но ваша задача смотреть на линию и запоминать движение мышц, которые приводят к прямой вертикальной линии. И проходить, пока у вас не начнет это безупречно получаться, при закрытых глазах. Таким образом, в стрижке, когда вы себе представите прямую вертикальную линию, вы фактически для руки дадите ту же команду. Прямая вертикальная. И рука повторит движение. И когда шерсть у вас упадет, вы будете приятно удивлены тем, что рука поняла, что такое прямая вертикальная, она у вас получилась. Такое же упражнение вы можете придумать себе для горизонтальных линий. Двигаться по горизонтальным линиям вы можете как от себя к себе, вот таким образом. Стараться больше открывать руку, то есть больше работать именно локтем и плечом. Даже можно покачиваться. Либо от себя к себе, когда вы как будто бы протыкаете линию, то есть движение вот это вот. Так же, чтобы у вас это было зафиксировано буквально закрытыми глазами. Эти два упражнения вы можете, с учетом тех пород, которые чаще всего у вас встречаются в грунтинге, вы можете несколько видоизменять. То есть прямые могут быть не горизонтальные, а с небольшим наклоном для тех, кто работает больше с наклонной линией верха. Либо вертикальные могут быть не четко вертикальные, а также с небольшим наклоном плоскости. То есть в зависимости от того, с какими породами чаще всего вам приходится работать, вы можете подбирать себе для вашего упражнения, для вашей стажировки идеальные линии. То же самое касается круга. Мы поставили для примера хронштейн. Второе упражнение в этом этапе касается любых овальных линий. То есть овальная и округлая линия у нас встречаются довольно часто. И для отработки второго упражнения нам подойдет как изгиб хронштейна, потому что он является образцом самораспространенной округлой линии. Так это могут быть разного рода цилиндры. В данном случае я буквально ставлю перед вами туалетную бумажку, которая может быть прототипом, например, передней лапы. И на втором упражнении вы встаете и обводите все округлые линии, для того чтобы научить руку двигаться по равномерному кругу. И пока у вас не начнет это получаться, уверенно с закрытыми глазами. То есть ваша рука пока не почувствует, что же значит вот такого радиуса изгиба. И также вокруг такой формы, я сейчас поменяю положение, чтобы вы увидели, вы можете двигаться как поперек, так и двигаться вдоль. Для того чтобы ваша рука поняла, что такое цилиндр. Также для своих округлых линий вы можете подбирать мячи, шары, любого рода округлые формы и отрабатывать их. И в зависимости от той породы, с которой вы работаете, вы можете подобрать любую округлую овальную форму, которая конкретно в вашей породе попадается. После того, как у вас стало получаться это с закрытыми глазами, вы можете быть уверены, что ваша рука понимает ваши команды и говорит с вами на общем языке. И многие формы начнут получаться действительно намного лучше, чем это было раньше. И мы готовы перейти к третьему этапу. Итак, на третьем этапе мы будем работать с вами с большим пальцем. Поэтому так это третий этап называется, работать с большим пальцем. Первое упражнение, которое мы будем делать для этого этапа, то есть мы сейчас с вами достаточно хорошо, уверенно научились владеть четырьмя пальцами. Мы хорошо научились вести диалог со своей рукой, давать ей конкретные линии, конкретные задания. Теперь наша задача научить большой пальцем работать так, чтобы он нам помогал, а не мешал. Поэтому первое упражнение заключается в том, что вы, взяв ножницы в правильную позицию, вы ставите ножницы в какую-то одну точку, ведущее полотно, открываете ножницы медленно, как можно на больший угол, и также медленно закрываете. Движение большого пальца. Помните, что ножницам ни в коем случае не надо давать усилий. Чем сильнее вы давите на ножницы, тем сильнее вы ножницы свои насилуете. Хорошие ножницы будут стричь сами, плохие ножницы, как на них не дави, не стригут. Поэтому движение большого пальца должно напоминать у вас волну. Ни в коем случае большой пальцем не должен уходить глубоко в кольцо, потому что как только вы его глубоко увели, то открыть ножницы широко у вас уже не получится, и вы будете работать только частью полотна. Более функционально работать на широком махе. И это упражнение нужно для того, чтобы раскрыть возможности вашего большого пальца. То есть вы двигаете им очень-очень аккуратно. Буквально можно сравнить это с движением лепестка розы, с движением крыла бабочки. Большой палец становится гимнастом, он учится делать волну, для того, чтобы вы раскрывали свои ножницы полностью и при этом не давили на полотно. Ваша задача лишь состоит в том, чтобы при этом полном махе вы держали ведущее полотно в одной точке. Полностью открывали и полностью закрывали. Помните, что не стоит на этом упражнении стремиться к скорости. Ваша задача максимально раскрывать свою руку. Это поможет, это разовьет ваше полное открытие инструмента. Если вы подберете ножницы удобно и вам по рычагу, вам будет не составлять никакого труда работать ими долго и без напряжения. Потому что большой палец никогда не должен напрягаться, когда он работает. Все четыре пальца зафиксированы, рука свободная, и мы работаем аккуратненько, только большим пальцем, фиксируя ножницы, ведущее полотно в одной единственной точке. Это первое предварительное упражнение. Следующее упражнение уже у нас называется минами срезов, потому что они отрабатывают технологию самых распространенных срезов, которые использует грумер. Напомню, что срезы, которые мы покажем, это не все срезы, которые грумер использует. То есть будут еще дополнительные техники, которые нужны в очень конкретных ситуациях. Основные срезы, их всего будет пять, мы их покажем пяти упражнениями. Это самые распространенные срезы, которые использует грумер. И первый основной срез, это срез, который мы делаем, когда к нам пришла очень пушистая собака, очень много шерсти, и наша задача срезать с нее большими кусками лишнюю шерсть. То есть делать предварительно черновой вариант. Для этого среза характерно широкое раскрытие полотен ножниц на большую амплитуду. И для этого среза будет характерно то, что вы захватываете ножницами большие куски и двигаетесь с равномерными промежутками. Поэтому для этого упражнения мы берем с вами любые плоскости, которые вы использовали во втором этапе. То есть это те плоскости, которые наиболее часто вам попадают индивидуально в вашем углунике. И на этой линии, допустим, это может быть участок передней лапы. Я делаю вот таких вот пять пометочек на равном расстоянии. Очень важно, чтобы на первом основном срезе вы научились располагать срезы между собой равномерно. Потому что шерсть, структура часто подвижная. И если у вас где-то много срезов, а где-то мало, то когда шерсть будет проседать, вы будете видеть, что линия уплывает. Поэтому на первом этапе очень важно, чтобы между вашими срезами действительно были равные расстояния. В этом случае, даже если шерсть проседает, то линия будет оставаться именно прямой. Она не будет в виду изменяться или искривляться. Поэтому мы себе поставили сейчас пять рисочек. Первая половина упражнения заключается в том, что в каждой из этих рисочек вы открыли и закрыли ножницы на максимальном махе, передвинулись, открыли и закрыли ножницы на максимальном махе, передвинулись, открыли и закрыли ножницы на максимальном махе, передвинулись. И так вы выступаете с каждой точкой. Поэтому в данный момент мы с вами учимся передвигать ножницами на равные расстояния, вне зависимости от того, высоко ваши ножницы стоят, либо они уходят низко. После того, как вы отрабатывали первую половину упражнения, вы можете себе на первом этапе помогать немножко рукой второй, чтобы у вас мышцы контролировали положение руки в каждой из этих точек. И вторая половина упражнения заключается в том, что вы открываете и закрываете ножницы, плавно передвигаясь между своими точками. В идеале, и все зачеты у нас ученики хорошо знают, они сдаются закрытыми глазами. Это значит, что ваша рука точно знает движение, которое даст эту линию. Таким образом, можно сказать, что пуделисты действительно могут стричь закрытыми глазами. И это не шутка, это не анекдот, это не оскорбление, это действительно правда. В буквальном смысле мы можем стричь с закрытыми глазами, ориентируясь только на чувство движения, на том, что мы хорошо знаем, что такое беседа нашей руки с нашим мозгом. Когда у вас стало получаться это с закрытыми глазами, на этом этапе упражнения, значит, вы освоили, вы можете переходить к следующему. Напомню, что это упражнение можно отрабатывать также на горизонтальных прямых, либо на любых округлых формах. Следующее упражнение, третье, оно называется шлифовка. Когда вы отрезали большие куски, вам нужно эту плоскость зашлифовать. Чем отличается шлифовка от основного среза? В основном срезе нам нужно убрать большие куски шерсти. И захваты ножниц должны быть действительно широкие. Но когда вы шлифуете, вам нужно прорабатывать каждую мелкую шерстинку. Конечно, нет никакого смысла рисовать себе тут 100 рисок. Никакого. Поэтому мы с вами будем ориентироваться не на риски, а на ритм. Вы себе можете отбивать ритм ногой. С какой-то одной точки приступив. На шлифовке характерно, что ножницы раскрываются не полностью. Но если вы хотите использовать свои ножницы эффективно, то ее мах должен быть, мах полотен должен быть достаточно, чтобы между полотнами попадала шерсть не только на половину полотна, но целиком на полотно. То есть вот этот угол будет считаться углом, который открывает целиком полотно. И здесь вы сначала работаете, уже плавно передвигаясь, достаточно для стрижки махом, но на очень маленьком расстоянии. Сначала вы стрижете очень медленно, не широко раскрывая ножницы, отбивая себе ритм. Когда это стало получаться, мы немножко ускоряем ритм. Я постараюсь сейчас бить ногой, чтобы было слышно. Ибо я могу бить второй рукой по себе. Потом мы еще раз ускоряем темп. И мы будем ускорять его, пока у нас не получится безупречная работа, да? На большой скорости полотен с закрытыми глазами. Сейчас я не смотрю, что я делаю. Но моя рука хорошо знает, что ей нужно делать, потому что эти движения у нее уже зафиксированы. Таким образом, когда у вас стало получать это на хорошем быстром темпе, с закрытыми глазами, вы можете считать, что уже это упражнение, шлифовку, вы хорошо отработали. Можно переходить к следующему упражнению. Это упражнение рассчитано на освоение работы кончиками. Работа кончиками у нас с вами часто это работа где-то близко у кожи. Это могут быть паховые складочки, это могут быть ушные полотна, это может быть часть шеи или лица. Или если мы говорим о стрижке йорка, это может быть и в азиатском стиле приведено. То есть много нам приходится работать кончиками. И как же делать свой срез на кончиках безопасный? И как сделать так, чтобы вы хорошо чувствовали, где кончик ваших ножниц, даже если вам приходится делать столь сложные, близко к коже срезы, находясь очень на далеком расстоянии от этой кожи? То есть кончики нужно научиться чувствовать. Когда мы работаем кончиками, естественно, ножницы мы раскрываем только на ширину 2 см, может быть, чуть побольше. Но наша задача именно работать только кончиками. Первый этап. Во-первых, мы будем ходить по этим линиям, именно кончиками, стараться прям чуть прикасаться к этой линии, но не касаться ее. И что будет самое важное, в этой технологии я немножечко по-другому располагаю свой палец. Обратите внимание, что если вы пытаетесь какую-либо кнопку загнать в доску, я надеюсь, что в вашей жизни у всех кому-то когда-то приходилось загонять кнопку в доску. Вы будете свой палец выпрямлять и пытаться вот эта самая сильная часть подушечки наша с вами находится прямо по центру. На прямом пальце все усилие руки идет целиком на подушечку. И когда вы кнопку загоняете, именно так вы будете это делать. Если вы попробуете кнопку загнать, и загнув палец, и надавив, то усилие вашей руки будет проходить мимо кнопки, да, и кнопку не получится загнуть в какую доску. При стрижке мы можем использовать понимание этого и делать то же самое. Обратите внимание, если ваш палец прямой, и вы самую сильную часть своей подушечки нажимаете на кольца, можете попробовать на себе, и смыкаете, вы будете чувствовать, что усилие у вас очень-очень мощное. Этого усилия хватит для того, чтобы поцарапать кожу, и вы не заметите разницу между шерстью и кожей. И вы можете себя-то повредить с таким усилием. Но если вы постараетесь сделать ваш палец изогнутым, и будете на кончик своего, прям кончиком ногтя нажимать на кольцо, то этого усилия не хватит, чтобы отрезать кожу, это точно. На себе вы можете прям испытать это усилие, потому что самый надёжный тестер – это лично ваши ощущения. И я поэтому, когда работаю кончиком, когда работаю близко к коже, я всегда использую только изогнутый большой палец, и только кончиком ноготка действую, таким образом, не на конкурсах грумеров, когда очень нервная обстановка, не в салоне, у меня уже не было ситуаций, в которых я повредила собаке кожу именно кончиками ножниц, выполняя особенно сложные детали вокруг лица. Поэтому мы с вами используем изогнутый палец, и мы с вами идём кончиками близко-близко-близко к нашей поверхности, чтобы ваша рука научилась чувствовать кончик ножниц. Опять же, это нужно проделывать закрытыми глазами. Использовать вы можете либо прямые, либо изогнутые линии, пока это начнёт получаться у вас безупречно. В этом случае вы можете точно быть уверены, что даже очень длинный инструмент, вы чувствуете кончик, и вы знаете, как работать этим кончиком безопасно, чтобы не повредить кожу животного. Следующее упражнение у нас уже первое, второе, третье, четвёртое, то есть следующее упражнение уже пятое, и оно будет у нас развивать нашу работу с расчёской. То есть мы часто используем с вами технологию работы под расчёску. Под расчёску – это технология, в которой мы приподнимаем шерсть, это может быть и лапа, и верхняя часть, допустим, спинка, у ёрка, когда мы работаем под расчёску. Поэтому задача наша – приподнять расчёской шерсть, и вот приподнятая расчёской шерсть мы её стрижём. Самая распространённая ошибка в такой технологии заключается в том, что наши с вами руки, ну, они растут как-то из плечей, и когда мы с вами сводим расчёску и ножницы, у нас получается, что мы сводим их крест-накрест, благодаря нашей естественной анатонии. И когда вы так работаете, сейчас видно, что происходит, у вас возникает распространённая ошибка. Здесь ножницы спрягут, оставляя достаточно длинную шерсть, а здесь ножницы почти касаются кожи. Таким образом, вы вот в такой технологии поработали под расчёску, и когда перечисали аккуратно, обнаружили, что осталось только машинкой подровнять. Как же избежать этого негативного последствия неправильной работы? Ваша задача на вашей расчёске, так же, как и на ноже-машинке, срез должен всегда располагаться на равном расстоянии от кожи. Таким образом, мы должны с вами работать так, чтобы ведущее полотно у нас с вами всегда шло вместе с обушком. Это значит, что наши с вами ручки должны немножко развернуться, как у балеринки, друг на дружку. И вот расчёсочкой мы будем с вами... Я немножко буду использовать наклонённую поверхность, чтобы следить, что у меня ведущее полотно и обушок расчёски, это вот эта часть расчёски, идут всё время вместе. Так же я буду учиться приподнимать шерсть, спускаться ближе, снова приподнимать. То есть под расчёской я могу моделировать любые необходимые мне формы. Так же я буду работать и двигаясь по лапе наверх, либо приподнимаясь шерсть, я стану чуть более длинный срез, либо опускаться ближе, чтобы всегда мой срез контролировался именно расчёской и подавал мне пряди, и помогал, чтобы моя расчёска помогала мне работать в правильном положении. Вы можете делать восьмёрочки в воздухе, чтобы ваши две руки научились друг с другом дружить. При этом я держу расчёску на кончиках своих пальцев, чтобы я могла легко изменять положение её относительно тела животного, и таким образом легко контролировать и моделировать угол атаки расчёски на шерсть. И последний срез, который может применяться для тяжёлой шерсти, он называется скользящий срез. Напомню, сейчас я думаю, что если кто-то из парикмахеров просматривает этот видеоролик, то должны сказать, что как раз это совершенно не скользящий срез. Скользящий срез у парикмахеров и скользящий срез у грумеров сильно отличаются. В чём же это различие? Обычно скользящим срезом парикмахеров называется срез, при котором мы скольжением полотна вдоль пряди, то есть придерживая прядь, мы будем по ней скользить и таким образом как будто бы спиливаем часть шерсти и скользящим срезом режем. У грумеров скользящий срез несколько отличается, то есть название одно, немножко разный подход. Эти ножницы, например, имеют классическую заточку, микронасечку, и это ножницы совершенно, которые не способны делать чистый парикмахерский скользящий срез, но они способны делать грумерский скользящий срез. Обратите внимание, что если мы возьмём какую-то толстую прядь и попытаемся её сомкнуть, то это будет равносильно тому, что мы режем канат. Нам действительно придётся применить усилия для того, чтобы эта прядь отрезать. Но если в момент срезания мы также будем несколько скользить по этой пряди, вы можете на канате это использовать, когда вы режете канат, вы как-то его пилите ещё дополнительно, для того, чтобы легче он срезался, мы сможем срезать даже самую длинную прядь без усилия. И это очень важно, когда мы работаем с тяжёлой шерстью. Именно такой срез, который в момент срезания также применяется, также используем скольжение вдоль пряди, таким образом как будто бы спиливаем дополнительно часть волос, называется у грумеров скользящим срезом. Этот скользящий срез мы также будем отрабатывать на любых плоскостях, которые мы отрабатывали на нашем втором этапе. Скольжение может быть как от поверхности. При захвате заходим в шерсть и скользим. Скольжение может быть как вдоль шерсти, когда вы скользите на себя. Также вы можете отрабатывать это до состояния, пока не начнёт это у вас получаться с закрытыми глазами. И этот скользящий срез поможет вам значительно при работе с тяжёлой шерстью. Итак, мы рассмотрели с вами основные типы срезов, которые применяют грумеры. И также мы предлагаем вам упражнения, которые помогут освоить вам эти срезы и успешно пользоваться им в своём груннике. Конечно же, существует множество дополнительных технологий, которые применяются для резки шерсти у собаки. В том числе применяются бритвы, специальные ножницы, изогнутые ножницы, филировочные. Мы обязательно поговорим с вами в наших следующих роликах. Если у вас есть какие-то предложения, комментарии, можете присылать свои вопросы к нам или оставлять их здесь в комментариях. Спасибо вам за внимание. Удачи в груминге. До новых встреч.